Евгения Аршакянц художник по профессии и призванию. Это сегодня вывески с ее арт-объектами украшают курортную Анапу. Ее приглашают давать мастер-классы в России, в Крыму, за рубежом. Начинала она с детских картинок. В два годика она лежала с папой на коврике на полу и рисовали какие-то рисунки. Сначала у нее это были портреты, обнаженные натуры, что меня тоже крайне удивляло, но это было удивительно, просто красиво. Было понятно, что человек в прыжке, в полете. Женя училась в художественной школе и на факультете худграф в одном из университетов Анапы. Брала уроки у маститых художников Краснодара. В студенческие годы Евгения Аршакянц отворила вручную свой первый мультфильм про цирковое искусство на станке, который сделал для нее папа. С мультфильмами «Цирк» и «Сон мышонка» Анапчанка участвовала в российских и международных анимационных конкурсах. Работала с композитором Григорием Гладковым, автором популярных советских мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «В коробке с карандашами». Работала с Григорием Остером, автором «Котенка по имени Гав» и «Вредных советов». Работа мультипликатора кропотлива. Чтобы сделать такой трехминутный мультик, нужно вручную изготовить около четырех тысяч кадров. И вот он спит и видит сон, Что он мышонок, А не слон. Сегодня Евгений Ашакянс передает свои знания молодому поколению. Учит рисовать и делать мультфильмы детей. Чтобы сделать вот такую детскую короткометражку, ребенку понадобилось два часа. Тише, Танечка, не плачь, Не утонет в речке мяч. Но понятие времени относительно. Чтобы нарисовать вот такую руку с прожилками и порами на руке, Нужно шесть часов. «Надо держать, когда трясется». Любая прогулка на природу с семьей или друзьями превращается для нее в пленэр. На такой работе нет обедов, выходных и отпуска. И Жене это нравится. Черпает идеи для творчества Анапчанка и во время поездок в музейные столицы мира. «Лувр» меня совершенно не поразил, если честно. Меня поразил музей Жоржа Помпиду, Где как раз были представлены образцы современного искусства. Во всем его разнообразии. Иногда это было что-то, что вообще выходило за рамки моего восприятия. Поразили работы своим минимализмом. То есть огромный зал в центре Парижа отдан под работу, На которой изображена просто какая-то запутанная черная линия. «Аршагенс» принимает участие в создании видеороликов. Актер и режиссер кино Александр Кибанов, Также Анапчанин часто сотрудничает с художницей. Часто бывает так, что творческие люди вынуждены зарабатывать в других сферах, Оставляя искусство в качестве хобби. Для Евгения Аршагян с удачным образом искусство стало главным делом жизни. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.